Большие майские выходные не за горами, а значит многие поедут на дачи. Вторая попытка для тех, кто не доехал на 1 май, открыть дачный сезон. Причем не только дачный, но и шашлычный. Вкусный кусочек баранины, обжаренный на угольках. Ароматная курочка или пропитанный маринадом, зажаренный до легкой корочки свиной шашлык. Да на свежем воздухе, да в компании друзей и близких. Ну что может быть лучше? Тут главное правильно подготовиться, а именно замариновать мясо. И сегодня наш гость, шеф-повар Василий Емельяненко, нам поможет в этом нелегком, но очень вкусном деле. Василий, доброе утро. Доброе утро. Мы хотим замариновать мясо так, чтобы было не только вкусно, но еще и оригинально. Говорят, вы можете нам подсказать как минимум 5 таких рецептов. Да, я как раз подготовился. Итак, у нас на столе есть курятина, свинина, рыба, баранина и говядина. Ну прямо на любой вкус и цвет. Давайте прям разделим, и каждый будет делать свой маринад. Хорошо. Значит, Александр, бери тогда говядину. Так, беру. Говядина. Мне что? Ира, давай рыбу. Давай. Ну конечно, ты же ее любишь, все правильно. Да, да, да. К говядине у нас идет розмарин, также нам еще понадобится репчатый лук, буквально там пару головок, наверное. Так. И в графине стоит кофе. Что мне к рыбе понадобится? Значит, во-первых, рыбу нужно будет нарезать вот такими стейками, для того, чтобы удобно было жарить на решетке. К рыбе понадобится зеленый чай, обязательно корица, тимьян. Помимо всего прочего, сразу забегая вперед, нам везде понадобится соль и растительное масло. Логично, это традиционно. Так, ну а что для свинины понадобится? Значит, нам обязательно нужно будет красное вино, для того, чтобы избавить свинину от характерного запаха. Чеснок понадобится? Чеснок обязательно. Лобровый лист? Да. Прекрасно. Ну, наверное, миски понадобятся глубокие, чтобы в этом все замариновать, да? Какими кусками мы будем разрезать? Вот его, наверное, пополам еще, да? На три кусочка. На три кусочка. Еще два движения ножом. Когда мы чеснок используем в маринаде... А вот есть уже чищенный, или нам нужно такой? Можно такой. Здесь... Даже не чистим? Не чистим. А что тут чистить? Это молодой чеснок. К мясу обычно делается вот так. Сначала делается база. Ай-яй-яй, как я. Ничего страшного. Правильно сделал. Так тоже можно. Мне тоже нужно подушку сделать для маринада? Или можно рыбу выкладывать? Нет. Рыбу можно выкладывать, потому что рыбу вообще лучше минимум переворачивать. Что мне делать с луком? Его нарезаем как? Полукольцами. Полукольцами, да? Полукольцами, да, да, да. Так, а я что, заливаю прям чаем свою рыбу? Соль есть. Нет пока. А тимьян? Тоже нет. А корица? Что, я режу тимьян или прям крошу руками? Да. Можно рвать руками. Корица, это не женская специя, потому что она прям очень твердая. Ну, вообще, удивительный, конечно, вариант с корицей, с чаем для рыбы. Это что-то невероятное. Это марокканская история. Все мы знаем, что в Марокко самый популярный чай, так сказать, марокканский, он состоит из мяты, зеленого чая, да, из мяты, зеленого чая и корицы. То есть все, маринад для рыбы готов, так быстро и просто. Да, да, да. Ну, если у Иры вот марокканский вариант, то говяжий вариант вот такого необычного маринада, это чей? Пуэр-ториканский, кофе. Пуэр-ториканский, тогда можно мне соли для начала? Давай я буду тебе помогать, раз я уже со своим маринадом закончила. А у тебя есть еще один вариант, может на курочку тебе даже время достанется. Да. Что я делаю с курицей? Я ее тоже люблю. Курица, это будет, наверное, самый вкусный маринад, но из тех, которые мне нравятся, это азиатский маринад. Мы используем для курицы чили-перец, зелень кинзы, имбирь, сок лайма. Вот это да. И, собственно, сам лайм, я всегда рекомендую, выжали и туда прям куски бросайте, потом перемешается. То есть опять-таки подушку, да, делаем в начале? Да. Перец, как мне порезать, колечками? Перец срезать можно как угодно, нам от него нужна острота. Ну вот достаточно перца или еще? Перца 3-4 надо. Василий, сколько мне добавить кофейку сюда? Так, чтобы вот только-только закрывало, даже не закрывало, было вровень с мясом. А мне нужно красное вино. Вино я всегда рекомендую, когда вот хочется убрать какой-то лишний аромат. Как вам моя подушка? Отлично. Сюда соль. А маслом вы поливаете, да? Масло везде, везде, да. И вот маринады все, когда мы, особенно азиатские, мы вот, когда полили, вот это вот все надо подавить, чтобы аромат нашел. Да, чтобы вкусно было. Три лайма? Три лайма, да. И еще немножечко кинзы, наверное, надо добавить, да? Кинзы сюда обязательно. Так, соевый соус мы добавляем сюда? Обязательно. У нас осталась баранина. Баранина только профессионал, я считаю, должен заниматься. А вопрос, можно перемешать это все? Нужно. Так, для баранины маринад с томатным соком. Ну вообще вот многие баранину не любят, потому что она таким запахом специфическим обладает. Как от него можно избавиться? С помощью кислот. То есть вот как раз томатный сок, он обладает той самой нужной кислотой для баранины? Да, 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 да. Мы чем-то можем помочь? Нужно зеленый базилик покрошить, да? Да, и зеленый лук. Я, соответственно, добавляю сюда соль. А какая часть баранины лучше всего подходит для шашлыка? Мякоть, задние ноги. Итак, лук готов. Это все сюда. Я добавляю масло. И томатный сок. Томатный сок, самый главный ингредиент. Так, во, маринад. Я буквально-таки на днях еду в Белиси с гастрономическим, так сказать, путешествием. В Грузии активно используют натертый томат. Если нету томатного сока или лень бежать, есть помидоры, можно использовать с бараниной помидоры. Ну что, таких оригинальных рецептов у нас еще никогда не было. Маринад для курицы, рыбы, говядины, свинины, баранины готовы. Да, Василий, спасибо огромное. Мы к выходным очень качественно подготовились. Хорошего дня. Спасибо.